Для достижения высших спортивных результатов атлетам требуется качественное питание. Об этом хорошо знают в Самарском спортивном лицее. Этим летом здесь проводят капитальный ремонт столовой. Устанавливают новое оборудование, расширяют сам обеденный зал. Впереди осталась чистовая отделка помещения. Теперь здесь ученики в комфортных условиях смогут получать необходимые силы для усвоения знаний и достижения новых спортивных рекордов. Есть ряд детей, которые уходят на утреннюю тренировку в 6-7. Дальше они приходят в лицей учиться. И хотелось бы, чтобы у них был завтрак второй, даже если они дома первый раз поели. И затем дальше дети уходят тренироваться. Домой возвращаются эти дети в 5, 6, 7, 8, 9 вечера. В зависимости от того, в какой части города они живут. Поэтому, конечно же, потребность в питании огромная. Такой же комплексный подход к ремонту столовых используют и в других образовательных учреждениях. Обязательно полностью под замену идет кухонное оборудование. Новая соответствует всем требованиям Роспотребнадзора и пожарной безопасности. Если необходимо, то приводят в порядок и обеденные залы. Также закупают новые столы и стулья, проводят косметический ремонт. Сейчас все работы в самом разгаре. Непосредственно проверка готовности учреждения будет традиционно проходить в начале августа, для того, чтобы убедиться, что с 1 сентября школы могут принять всех детей. Как в школах ремонтируют пищеблоки, проверила глава Самары Елена Лапушкина. Она проинспектировала несколько школ. Замечания остались к одному образовательному учреждению. Подрядчики могут не успеть выполнить работы в срок. Но после встречи с главой пообещали нагнать отставание. В остальных школах все работы идут по графику. Понимаю, что закуплено оборудование. Понимаю, что закуплена уже и мебель для пищеблоков, и мебель для столовых, для детей. Поэтому все растают вовремя. Остались только отделочные работы. И подрядчики достаточно ответственно относятся к своей работе. Всего в этом году пищеблоки капитально отремонтируют в 19 самарских школах. Все работы будут проходить под контролем городских властей. Андрей Горгуленко. События.